добрый день дорогие подписчики и зрители канала продолжаем заниматься строительством дома подошел я к устройству оконных дверных перемычек снова есть на опыте остальных людей все говорят что блоки дорогие и прочее 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 решил я делать сам у блоки путем выборки паза внутри стенового блока 3 уже готовы там еще три стоят в общем получается где-то за день это около 15 20 15 20 блоков у меня получится способы разные изготовления у блоков двухручная пила пила по газобетону что там еще для меня самый комфортный способ точнее самый быстрый это шлифмашинка 230 круг по бетону много пыли но зато работать могу в одиночестве пробежимся быстренько по стройке в прошлом видео разносил блоки сам сколько там 50 чем-то блоков перенес но этого мало кто приехал взял я в помощники старшего сына с ним вместе мы за пару дней разнесли много там она тоже где-то порядка 70 блоков выставили в оконные проемы подпорки чтобы как бы сэкономить в данном случае на древесине можно было все это выставить брусами и сделать верхний щит и опираться у блоки которые я выбрал уже на них и заливать эти оконные перемычки но опять же это надо брусы делать и каждый раз переставлять либо из используется использование большого количества леса пиломатериалов этим я решил на этом тоже сэкономить выставил блоки так чтобы они были в качестве подпор соответственно высота у меня получается полтора метра и выставил я блоки также полтора метра с одним исключением что толщина швов здесь этим я пренебрег на самом деле высота конного проема не полтора метра а метр пятьдесят один а блоки выставились у меня на высоту метр пятьдесят двести пятьдесят шестьсот двадцать пять получается метр пятьдесят в тем самым если бы я сделал такую же идеальную высоту как и здесь блока перся бы на стойку и после заливки перемычки внутри я бы не сумел по-человечески не сумел бы выдрать эти стойки из-под перемычки они бы оперлись и придавило бы их массой и потом было бы сложнее выдергивать здесь не хватает одного сантиметра и вот этот сантиметр верхней части перемычки я виде клина какого-то сантиметрового палочки либо дощечки либо еще чего-то вот я выставляю после заливки когда перемычка застынет я клин выбиваю и спокойно вынимаю блоки отсюда получается способ более трудоемкий потому что выставить лишние блоки тяжелей просто физически тяжелей но зато пиломатериалы сохранены и и нету каких-то моментов по поводу если ты точно не выставишь просадки то есть у меня товарищ тоже выставлял с помощью брусов но получилось что где-то он проворонил и на дал им чуть-чуть дала дугу и когда заказы заказывал окна как раз посередине у него провисание было пришлось подтачивать середину блока в перемычки задавали мне вопросы один ли я все делаю стены ложу сам все помогают не разноси там бывает парень с работы бывает сын старше с ним разносим блоки ну иногда бывает и одному конечно приходится как как получится конечно сам в идеале вообще если был бы бензорез то есть можно было на штраф нарезать и по выламывать все эти перемычки у меня получается где-то за три этапа также и я поспрашивал и человек один написал 50 55 процентов стоимости дома будет стоимость работ если рабовое строите чужими руками мой фундамент устройство опалубки точнее сначала вот вложил я во внутрь пленку протянул арматуру все это перевязал сварил рамки полторы тонны металла туда загрузил забетонировал первым слоем выставил собрала палуб создала перемычки все против опять же все это затянул пленкой вложил опять арматуру туда принял бетон залили все по стоимости условно 7 где-то около 7 6 половиной 7 тысяч долларов у меня ушло в восемнадцатом году на бетон на металл и на опалубку ну плюс пленка около 7 тысяч долларов у меня ушло только на материалы и плюс и плюс к этому то есть вы умножаете в два раза эта работа будет стоить вот это реальная стоимость строй соответственно если вы делаете все сами все делаете это получается значительно дольше но экономия средств в два раза вот и пожалуйста как построить дом в два раза дешевле делайте все сами не рассчитывайте что вы построите дом за один год это не получит ну а куда деваться вот сейчас сын поступил в минск в бнт у на бюджет молодец все хорошо на бюджет все прекрасно но все равно внутри потребуется деньги то они на компанию будет снимать квартиру то есть с каждого там по 100 долларов в месяц но так вот приходится хотелось бы конечно все построить одним днем одним годом одним сезоном но сколько это стоит сколько стоит уложить куб газоблок на стену сколько стоит создать организовать перемычки сколько стоит перенести газоблок с улицы в дом и водрузить его на стены это все деньги писали почему не разгрузил газобетон в дом разгрузил несколько поддонов на на четыре или восемь я уже точно не помню я первый загрузил в дом но потом после этого какой манипулятор сумеет после того как я выложил часть стен поднять весь объем газоблока вовнутрь так же не поставишь потому что могут не выдержать плиты перекрытия у них же тоже есть своя нагрузка люди писали о каком-то кране я какой-то у нас там есть стройка я видел там кран с помощью крана подымают на стены газоблок но опять же кран это опять же как минимум два человека один цепляет второй управляет языком болтать не мешки ворочать все понятно все можно там было как-то иначе но если вы строитесь один вот имейте ввиду так вот вот я сейчас газобетон нарезаю вот так я выгляжу вот такая вот лицо самостройщик толщина стенки где-то 11 сантиметров размер штробы получается плюс-минус 18 сантиметров шириной и глубиной около 15 сантиметров размеры там могут к либо колебаться плюс-минус 5 миллиметров это абсолютно неважно как говорится на стройке метр что кто знает тот знает что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok